Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Мы посмотрим, что добавили, хотя удивительно, но кнопочка тут не работает. Во-первых, давайте начнем с самого странного, самого необычного и с того, что вергло всех моих сокубовцев, именно в том числе в шок, это новый загрузочный лаунчер. Дизайн таков, его не изменился, но теперь, когда вы вводите свои данные, там, где у вас кнопка «Войти в аккаунт», появляется лошадка загрузки вместе с всадником. Такая анимация уже присутствует, и те, кто видели, скажем так, демо-версию мобильного приложения, там именно точно такая же загрузка в виде лошади со всадником, бегущих куда-то в правую сторону. Вот. Это ладно, оно работает быстро, окей, хорошо, мы не против. Следующее, это когда вы уже зашли в лаунчер, у вас кнопка «Играть» очень долго не высвечивается, прям очень-очень долго, и каждый раз на этой кнопке, пока она серого цвета, у вас будет выскакивать рандомная надпись. «Ищет ведро», «Готовится» или там «Едет на манежном голове». Что-то, какие-то такие фразочки там есть, я пока застала только четыре, но они есть. Но, к сожалению, что меня раздражает, в это время ССО очень долго грузится, и даже без обновления. Причем это началось, я не знаю, по-моему, то ли позавчера, то ли вчера, я позавчера не заходила, но вчера я ощутила на себе просто тот момент, что когда я уже хотела бы нажать кнопку «Играть», я вынуждена была сидеть две-три минуты в ожидании, когда эта кнопка «Играть» появится, и смотрела на серую кнопку с какой-то надписью. Да, на этом вроде бы все. А вот на этой неделе нам добавили магических Клейд из Дали. Я в шоке вообще. Потому что на артах они вообще на Клейд из Дали не были похожи, вот серьезно. Но сейчас, когда я взяла своего Клейда, подъехала к ним, да, я их уже посмотрела, я поняла, что да, действительно, это Клейд из Дали. И да, там, к сожалению, много народу, хотя я в игнор уже кинула достаточное количество людей. Но все равно будем как-то выкручиваться. Я, пожалуй, слезу с коня, оставлю здесь его отдельно. У меня в 7616 СК, да, я потратилась на аммунию деколезия, плюс еще что-то сделала, уход сегодня купила на семь дней. Так, что по поводу кролик. 400 СК, ребята, это очень дорого, это очень дорого, это очень дорого, но, ё-моё, по-другому сказать не могу, мне так нравятся эти кролики. Просто, да, это нормально, посмотрите, какой обсидиановый красавчик, просто классный. Даже не то, что анимация, да вообще они вовсе, они в общем-то классные. Классная моделька, классная анимация, смотрите, какой носик. И да, как бы, из-за жалости мы готовы потратить 400 СК на каждого из этих кроликов. Ой. Вот честно, меня жаба душит, меня жаба душит, но мне так нравится. Обсидиановый точно. Меня жаба душит, но я это сделаю. Все ради вас, все ради подписчиков, все ради обозрения вот этих вот милах. Ну ты вообще такой красивый телевизор. Вот по поводу этого вопросов у меня нет. Так, таким образом у меня, ага, СК стало заметно меньше. Ну ладно, не заметно, но меньше. Считайте, я купила одну лошадь как будто. На самом деле два кролика. Так, пардоните, можно вы куда-нибудь уйдете все отсюда? Но нет, конечно же нет. Итак, значит, первая лошадь, нет, начнем с того, что это Клэд из Дали. Все это сделано на модельке, это Клэд из Дали. Они переносят холод. Вот, статистики у них, по-моему, точно такие же, как у стандартных Клэд из Дали. Сила 3, дисциплина 2, гибкость 2. Вот, и да, я сейчас буду покупать их сразу двоих, потому что я уже давно решила, что как только разработчики выпустят данных лошадок, я сразу их куплю. Итак, давайте же почитаем про Петру. По всему Юрвику встречаются древние рунные камни, творения друидов-камнетесов, защищавших остров во имя Айден. По легенде, с помощью силы Звездного Крупка, камнетес мог даже оживить рунный камень. Благодаря этому невероятному умению по свету скачут лошади породы Петра. Под копытами этих лошадей трясется земля, но их отличает добрый нрав, и они не хотят разрушить мир своими могучими ногами. Поэтому в дикой природе лошади породы Петра зачастую стоят неподвижно, словно статую, обрастая зеленью и цветами. Невозмутимые Петры очень покладистые спутники, и которые не против неиспешно бродить иногда, останавливаясь пощипать мох. Однако нельзя забывать об истинной природе, о невоплощении древней магии, порожденной самим островом. Пока святая доназоряет Юрвик, Петры всегда будут жить здесь. Возможность прокатиться на такой лошади – подарок судьбы. Подружившись с ней, ты прикоснешься к вечности. Лошади породы Петра встречаются на Юрвике везде, где стоят рунные камни, но больше всего этих мифических существ привлекает диколесье. Там древняя магия, магическая сила Юрвика особенно сильна. Как и другие волшебные лошади, Юрвика Петра предпочитает показывать истинный цвет на природе, а вблизи населенных районов скрывает свою магическую сущность и своей волшебной окраски в обычной лошади породы Петра, похожей по ездовым качествам на Клейдесдале, которых напоминают и внешне. Ух, устала читать, если честно. И да, это, кстати, очень странно, потому что в конце обновления новости мы почитали, и там такая фраза, как будто бы на следующей неделе нам добавят такую возможность, что магические лошади смогут показывать свой магический облик в новых местах. Я, пожалуйста, я надеюсь на то, что это возможность менять внешний облик в любом месте, потому что было бы классно для роллщиков, для тех, кто снимает видосы по ССО, снимать какие-то моменты на природе с городским окрасом магиков, но, к сожалению, они превращаются в магиков, и это сделать не дано. Но, и я вот, допустим, очень часто, постоянно, почти катаясь по лесу, я никогда не могу видеть прекрасные масти городского облика магиков, хотя мне очень нравятся у большинства магиков их городские окрасы, те же самые фьорды, лузитаны, андалузы, но, к сожалению, мотаясь по лесу, вы этого не увидите. Так, лошадка стоит 750 ска, а что-то я... куда-то я не туда. Я на английском хотела бы назвать, но опять не дано по... Вот почему это так сложно, почему нельзя выбрать язык имени лошади во время покупки? Ой, сколько у вас много тут людей. Как бы тебя называть? А галактический герой горный... А горный нету? Почему горного нету? Гром, далекая... Ну, для меня, кстати, это два мальчика. О, загадочный это будет для того. Звездный, золотистый... О, каменный. 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 Я не знаю, как. Надо подумать. Голубь нет, гонщик нет, грация, грива, гроза. Каменный. Каменный. А, я что-то не подумала над именами. Ни разу, кстати, не думала. Ребят, каменная копыта. Серьезно, все. Этого коня буду называть каменная копыта. Купить. Счастье-то какое, потому что вот их я очень сильно хотела. Я когда даже не знала, что каких магиков будут добавлять, я думала, что какая-то фигня, какие-то магики будут неинтересны. Небось, наверное, как вот эти тинкеры-птицы, не в обиду тем, конечно, кому они понравились, но мне они были отвратительные, я их даже не купила ни одного. И даже питомцев не купила. Потому что вот эти вот тинкеры мне просто вообще никак. Просто уйдите, до свидания. Вот, ну, для тех, кто их купил, поздравляю. Надеюсь, они вам нравятся. О, боже мой, ты прям как камнешкурый дракон из Вордов Варкрафта. Так, это Эриния. Господи. Кстати, получается, я куглю лошадей породы, которые называются женскими именем. Но при этом это будут мальчики. Да. Характеристики все те же самые. Переносит холод. 3, 2, 0, 0, 2. Ах, характеристики вы можете сами видеть. Фух. Так. Ну что, погнали читать. Сейчас надо водички глотать. Ой, я готова. Посему Юрвику встречаются древние руны и камни. А если они стоят веками непоколебимо, храня секреты друидов и Айден. Но бывает так, что темные силы оскверняют священные руны, и камни разрушаются. Из этих расколотых монументов появляются на свет Эринии. На Юрвике существует предание о том, что там, где проходит Эриния, от ее копыт трескается земля. И если вовремя не удержать лошадь, она ускачет прочь, чтобы наказать тех, кто разрушил ее родной рунный камень. Эринии бесстрашные и неутомимые, поэтому всегда могут достичь цели. Они стремятся превозмогать себя и становятся все сильнее и быстрее. Эриния, рожденная во тьме, надеется когда-нибудь вернуться в недра земли, откуда появилась. Может быть, подружись с этой печальной лошадью, ты станешь ей помощником на пути к спасению. Эринии встречаются на Юрвике везде, где стоят руны и камни. Но больше всего этих мифических лошадей привлекает диколесие. Трем древняя магическая сила Юрвика особенно сильна. Так, ну и в принципе описание такое же, что вблизи городов оно меняет свой окрас, в лесах оно другое. И что они похожи на Клодиды с Далией и внешней и всем остальным. У меня как-то вот эта фраза, что их привлекает диколесие. Может быть, когда-нибудь этих лошадей перенесут продаваться в диколесие, было бы классно. А что если потом магиков, которых сейчас привозят, увозят, привозят, увозят, будут потом... Скажем так, их потом будут ставить там всех вместе. Вот как приезжает к нам Гаррет под Фьергрови со старыми магиками. Так может быть, потом так же будет с вот этими магиками, наверное, третьего поколения. До третьего поколения, получается, лошади будет. А, кстати, я подумала, может быть, Сумеречный. Сумеречный. Я забыла название. Агата нету. Агата, метист. А, о, опа, о. Обсидиан? Нет. Обед, обещание, облако, огонек, океан, орел, отрада, охотница, павлин. Сумеречный. Шторм, шарм, шанс, чудилы, цветок, хищник, хвост. Ураган, удача, удар, туман, ткач, тень, тайна, сумеречный сон. Нет. Серфер. Что такое серфер? Я не знаю, честно. Цвет светила самоц... Сапфир. Сумеречный сапфир. Самоцвет. Сумеречный самоцвет. Знаете, наверное, ты будешь... Да что ж такое? Лагает кошмар. Да я скуква тут. Сумеречный самоцвет. А может, я тоже камень назвать? А нет, там была каменная копыта. Кл. Мэ. К-к-к-к-к-к-к-к... Конфета, копыта... Капляка... Камень нету. А может быть, назвать это... Там каменная копыта? А тут сумеречная копыта? Нет. Что-то не то. Сумеречный. Как тебе назвать? Сейчас подумаю. Слушайте, я так подумала. Может быть, я потом переименую, конечно, если мне совсем не понравится. Но у него такая история, что он уходит, бродит в поисках тех, кто сломал его камень. И как бы добивается своей цели. То есть он всегда доходит. Как бы это страшно не звучало. А что, если он будет сумеречный бродяга? То есть он постоянно бродит, ищет кого-то, кто сломал его камень. А я, наверное, его сумеречный бродягу назову. У него такая печальная история. На самом деле, действительно грустно. Камни ломают, и злобный дух лошади вылезает из ровного камня. Это очень грустно. Поэтому давай ты будешь сумеречный бродяга. Ну. Е-е-е-е. Еще один каменный коняха. Не, на самом деле, я очень в восторге от этих лошадей. Они мне очень сильно понравились. Осталось только посмотреть, как они выглядят без магического вида. Я прям так хочу это сделать. В общем, вот какой красавчик. И вроде бы я только что выезжала на каменном коне. Так почему у него глаза фиолетовые, я не понимаю. Но слушайте. Единственное лагает. Ну какой красавец. Какой клейд без... Ой. Слайд-шоу. Здравствуй. Никакой анимации у клейд бездали нету. Печали, конечно. Ну красивый. Мне прям очень сильно нравится. Я уже даже, смотрите, амуню на него нашла. И так как у меня очень много комплектов, которые бесхозные, то есть они не используются. Я думаю, эти комплекты так на них и оставить. Вот. Теперь давайте посмотрим на следующего красавчика. И вот такой шикарный. С двумя косичками. Которые вообще, мне кажется, просто идеальными. Вписывающиеся в этот образ. И вообще я не вижу, чтобы это... И чтобы эти кони были похожи на клейд бездали. Насколько у них отдельно проработанная моська. Я вот сейчас попытаюсь показать. Вы просто посмотрите на это. У них фиолетовые глаза, кстати, обувь. На этот нос. Но это... Они на клейд бездали, похоже, чуть-чуть совсем. Но мне кажется, это как будто отдельная лошадь. Можно это просто шайерах будут? Пожалуйста. Так что я очень довольна сегодняшней покупкой, сегодняшним обновлением. И я очень жду того, что будет на следующей неделе. Прям любопытство жуткое. Вот. А сейчас мы еще, кстати, посмотрим, что добавили для тех, у кого есть лайф. Для тех, у кого постоянно куплены лайф, добавили вот такие вот штаны. Которые я, наверное, брать не буду. Уж больно они мне как-то не нравятся. Как они называются? Кельтские с вышивкой. Ну, знаете, чего-то мне не нравится, как они худят ноги. Ладно. Возьму чисто, чтобы было, чтобы потом не забыть. Вот. А так, на этом обновлении все. Спасибо, что посмотрели это видео. Да, оно было достаточно долгим. Но я надеюсь, вам оно понравилось. И вы узнали много чего нового и интересного. Ну, а также полезного. А я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их. И также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующих видео. И хороших лошадок вам для покупки. Субтитры сделал DimaTorzok